Добрый день, дорогие коллеги! Подскажите, пожалуйста, всем ли видно, слышно, всем хорошо, удобно? Сейчас подождем всех отзывов по поводу звука, и тогда будем начинать. Отлично, слышно, видно, замечательно. Еще раз добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Анастасия Курчевска, я директор представительства отеля Моуэн Пик России и СНГ. И занимаемся мы здесь продажей и бронированием, и маркетингом по всем рынкам. И сегодня я вам расскажу в целом, что же такое отель Моуэн Пик, как мы начинали свою историю, и какие у вас на отелях в Таиланде, ибо начинается сезон, и, наверное, это будут самые, как всегда, востребованные направления зимой для наших туристов. Но начнем с того, что Моуэн Пик Хотел и Резорт – швейцарская компания по управлению отелями. Мы действительно на 100% швейцарцы. Мы принадлежим швейцарскому холдингу, в который входит, помимо отелей, производство продуктов питания, об этом я вам расскажу чуть позже, но, а также входит еще пара банков, поэтому мы, в принципе, такая маленькая, очень удобная, очень защищенная швейцарская семья. На данном этапе у нас 84 отеля в 24 стране звезды в Европе. Это Германия, это Швейцария, и это Турция, но Турция у нас звук теряется. У всех, да, подвисает. Давайте я выключу наверху камеру, может быть, из-за этого как-то. Я выключила камеру, может быть, будет так лучше. Что-то, видимо, с интернет-соединением, как обычно, тысячу раз проверяли, все замечательно, и в финальный раз все начинает видеть, какой-то закон подлости. Сейчас лучше слышать? Ну, замечательно. Я думаю, что меня визуально увидели, поэтому продолжим мы концентрироваться на слайдах. Так, переходим в Африку. В Африке у нас отели 5 звезд. В Мароку у нас есть Маракеш, Танжеры, Касабланка. В Тунисе у нас есть замечательные отели в Суси, пятерка, и в Танжере, это пригород со столицы. Огромное количество отелей в Египте. В общем, мы безумно ждем, конечно, открытия направления во всех курортных зонах, и плюс у нас есть круизы по Нилу, 7 круизных кораблей. И есть у нас такое замечательное направление Ганна. Ездят у нас туда корпоративные интересные клиенты. Вот, если вдруг будете куда-то отправлять в Ганну, то это к нам. Отмещаемся на Ближний Восток. Сегодня как раз у нас одна из тем это Дубай. Но помимо Дубая у нас еще есть пятерки в Иордании во всех тоже основных зонах. У нас есть... Так, нет связи. У всех связи? Не слышно? Так, все хорошо. Окей. Ну все, замечательно. Спасибо вам большое, что вы отписываете. Итак, у нас есть продажаемость в Ближнем Востоке. У нас тщательно пятерки в Бахрейне. Пятерка одна в Бахрейне, которая принадлежит королевской семье. Также в Саудовской Аравии порядка 20 отелей, исключительно 5. Кувейт и Катор. Поэтому, в принципе, на Ближнем Востоке мы тоже довольно популярны. Ну и, конечно, наверное, одно из наших основных направлений это Азия. На данном этапе у нас есть отели в Таиланде. И сегодня я вам расскажу, у нас есть отели на Филиппинах, это Сибу. И скоро-скоро-скоро открывается у нас волшебная пятерка на Буракайе. У нас открылся в январе этого года отель на Бали, на Джимбаране. Замечательная тоже пятерка. И у нас есть четверка, очень красивый отель в колониальном стиле в Ханое. В наших планах развития Азии мы ищем еще на Филиппинах. И также у нас уже подписаны контакты на управление четырьмя отелями на пляжном Вьетнаме. Поэтому мы развиваемся в Азии очень много. Ну и немножечко про нашу историю, чтобы вы тоже понимали, откуда мы начали свое развитие. И что для нас действительно очень важна составляющая кулинарная наша хатура в 1948 году, вернее в 1947 году. Когда наш создатель сети Малапикули Прагер приехал в Цюрих из Америки. Сидел на берегу Цюрихского озера и думал, о чем же ему заняться. И увидел чайку, которая пикировала на озеро и собирала крошки. И вот замечательным образом эта чайка ему дала идею открыть рестораны на крыше советского стола, как мы сейчас называем. Что было недорого и быстро. И вот как раз на картинке, на слайде вы видите, это наш первый ресторан в Цюрихе. Мы его открыли в 1948 году. Так, опять же пропадает звук. У всех пропадает. У нас, у меня-то вроде все хорошо временами. Если что-то такое будет, все норм. Ну, в общем, отписывайте, если что, буду повторять, кому не слышно было. И рестораны стали популярны в связи с тем, что в этих ресторанах подавались инновационные блюда, такие как рыска зимиром. Это подобие плова с сухофруктами. Вино разливалось по бокам, что было действительно в новинку для ресторанов. До этого только можно было бутылку заказать. И также были открыты устрицы. До этого также клиенты подавали устрицы только закрытые. Клиенты вскрывали устрицы сами. То есть действительно был такой эффект вау, поэтому рестораны обрели популярность. Они просто стали открывать во Франции, в Германии. Дальше пошли в пансии по Шельцарии. И, собственно, на этом мы не остановились. И в 1960 году мы начали производить мороженое молон-пик. Как вы все знаете, вкусное мороженое молон-пик. В общем-то, это наше. Помимо этого, дальше мы стали также производить продукты. И на данном этапе у нас есть помимо мороженого, джемы и также несколько винных погребов. Поэтому, ну и, собственно, чем же мы действительно отличаемся от других отелей? Помимо того, что у нас самая большая в мире доля объектов сертифицированных грингов, а мы швейцарцы, для нас это действительно очень важно. Мы очень заботимся об окружающей среде. У нас, естественно, бесплатный Wi-Fi во всех отелях. Но я думаю, что это уже не столь важно, потому что это везде. Но самое важное, у нас есть шоколадный час. В течение часа во всех наших отелях мы накрываем шоколадный час. Вот вы видите на слайде пример, как это выглядит в Дубае. Мы предлагаем шоколадный шоколад, шоколадные вкусняшки, печенья, пирожные, шоколадные фонтаны. То есть все, что можно сделать из шоколада, и все это совершенно бесплатно для клиентов. Поэтому обязательно сообщайте вашим клиентам, особенно кто едет с детьми или кто любитель шоколада, что мовен-пик именно сделан для любителей шоколада. Ну и, как я вам уже говорила, у нас есть собственная продукция «Мовен-пик», которая как раз и тоже предлагается нашим клиентам на завтраках, обедах, ужинах. Пойдем с вами дальше. Мы, наверное, начнем с Ближнего Востока. И первый отель, про который я могу рассказать, между Дубаем и Абу-Даби в 30 минутах езды от аэропорта Дубаи и в 40 минутах езды от аэропорта Абу-Даби. Поэтому очень интересное расположение. Напротив у нас большой шопинг-центр «Инбатутый Молл» с очень большим продуктовым магазином и очень хорошая детская комната, где их можно оставить, поиграть. И также станция метро действительно в 5 минутах. Это, сейчас я вам покажу, еще покажу, конечно, для кого больше подходит этот отель. Что касается номерного фонда, у нас 396 номеров, номера минимальные 35 квадратных метров, все номера размещают 2 плюс 1, есть также экзекьютив номера с экзекьютив лаунж, и половина у нас номеров с балконами, половина нет. Отель без вида, действительно мы не продаем никакие номера с видом, и в этом отеле тоже есть шоколадный час, у меня просили. Конечно, во всех отелях у нас есть шоколадный, во всех 84 отелях. Значит, ну, собственно, все номера у нас выполнены в таком спокойном швейцарском филе с элементами марокканского дизайна, то есть у нас либо резные шкафы, либо резные какие-то тумбы деревянные, действительно очень замечательно выглядящие. Что касается ресторанов, отель громадный, ну, в общем, 400 номеров, у нас 6-5 ресторанов-баров, так, плюс 1 какое место, диван или что? На самом деле, сейчас вернемся к этому слайду, здесь зависит от конфигурации. Суперлер-рум, вернее, от мэра. Если суперлер-рум, то либо дети спят на кровати с родителями, что мы позволяем до 6 лет делать, либо ставим экстра бет, но это за дополнительную плату. Если мы говорим о фэмили-рум, то там уже есть софа, есть диванчик такой небольшой. Подростки у нас за экстра чардж. Да. Детям мы до 6 лет экстра бет ставим какие-то очень минимальные деньги, потому что питаются они до 6 и дальше, до 12-50% от стоимости взрослого меню, но из 12 уже это полноценный взрослый человек, поэтому это уже полноценный экстра бет. Так вот, фэмили-рум, здесь, например, здесь есть диванчик-софа, поэтому можно будет расположить ребенка отдельно на тофе, не без всяких экстра чардж. Что касается, возвращаемся к ресторанам, огромное количество ресторанов, есть итальянский блюдо, азиатка, кухня, европейский ресторан, вот вы как раз видите его на фотографии, индейская кухня и тандуры, безумно вкусно, и кулинарное шоу тоже в ресторане. Этот отель у нас работает на концепции All-Inclusive, поэтому все рестораны у нас включены в эту концепцию, надо просто их забронировать заранее. Ну и также у нас несколько еще в отеле есть. Кстати, на фотографии видите наши громадные красивые лампы, очень часто различные компании используют наши отели в виде такого, наверное, какого-то совместного продвижения. И когда мы первый раз были с коллегами в этом отеле, вот с этих громадных люстров стали красивые тоненькие девушки, Майты Шандон, и всем получали бокалы и наливали шампанское. Так что я думаю, что у ваших гостей будет тоже довольно большой шанс попасть на какие-то такие интересные представления и поучаствовать во всем этом. Ну а, собственно, это, кстати, наш холл, такой громадный холл, лампа в холле. Помимо, собственно, ресторанов, чем-то еще можно заняться. Есть ночной клуб, который работает в пятницу, в субботу. Есть обязательно бассейн на крыше. Конечно же, есть спа-центр, фитнес-центр, который не наступает ни к нему мировым центрам. Но и предвосвещая вопрос о том, что все-таки Дубай – это пляжное направление, а мы вроде как бы не пляжный отель, да. Но при всем при этом мы предлагаем, на самом деле, замечательную концепцию частного пляжа у нас, у владельца нашего отеля есть свой собственный кусочек земли на пальме. Если вы смотрите, вот, допустим, фотографию пальмы, то это самый последний отросточек пальмы в самом конце, то есть вода, в принципе, не застаивается, что же очень важно. Вот наши клиенты нашего отеля пользуются бесплатным трансфером, который ходит каждые полчаса с 8 утра до 8 вечера. Бесплатным входом на этот пляж, бесплатным пользованием лежаками, зонтами, полотенцем, вай-фаем. И платной только еда и напитки. Ну, в принципе, как часто бывает и в других местах. Поэтому рекомендуйте действительно клиентам, то есть вопрос, наверное, на 15 минут максимума, чаще 10 минут едет трансфер от отеля до пляжного клуба. Пляжный клуб называется «Осяный биток», но зато у вас действительно частный пляж, никто, кто туда не зайдет, никто туда не появится. Это действительно исключительно для клиентов нашего отеля. Здесь, кстати, замечательный детский бассейн, замечательный детский клуб и такая большая, красивая, ленивая река, которая протекает из взрослого бассейна в детский бассейн. То есть у вас реально полноценный пляжный отдых в частном пляжном клубе. Вот это два. А это здание, надеюсь, что это будет будущий Мовенфит, пока это здание пустует, оно действительно построено, то есть никаких работ не ведется, но оно пустое. Поэтому тоже никто не придет на ваш частный пляжный клуб, и никто не будет вам мешать. Отель по ценовой политике не самый дешевый, действительно, но потрясающий сервис, очень вкусная еда и частный клуб, поэтому оно того стоит. В этом отеле у нас есть русскоговорящий, замечательный молодой человек Дмитрий, который обязательно всегда помогает родственникам, если у меня есть какие-то сложности. Да, вопрос был, это территория пляжа Мовенфит. Да, вот то, что вы видите на фотографии, это наш пляжный клуб, который принадлежит отелю In Batuta Gate, исключительно открыт для клиентов In Batuta Gate. Вы видите на фотографии есть бассейн, пляж, все, вот это вот огромная пляжная территория. Пляж порядка 400 метров. Переходим к следующему отелю в Дубае. Это всеми любимый Мовенфит отель Джумейра Бич, пятерка, любимая территория Джумейра. Отель в 2010 году и обновлен он был в конце 2014 года. Поэтому отель практически новый, в принципе, ему два года. Обновили мы все номера, мы поставили новую сантехнику, новую мебель, и обновили мы все публичные зоны, то есть все рестораны. Поэтому действительно отель практически свежий. Находится он в районе Джумейра, это Джумейра Лауакинг-Стрит. Это, собственно, все отели. И самый важный сейчас вопрос, который мне задают все, это что происходит со стройкой перед отелем. У нас, к сожалению, не знаю каким волшебным образом, территорию пляжа перед отелем выкупил другой отель, не будем рекламировать, и построил три высотки, которые, по-моему, уже открылись. Так вот, сейчас, конечно, для клиентов, которые приезжали к нам в отель и перед окнами ввели строительную работу, это было довольно-таки дискомфортно. Но мы всеми силами старались снизить, минимализировать дискомфорт. Мы поставили другие стеклопакеты, чтобы не было никакого строительных работ. Мы старались клиентов идти на ту сторону, где ведутся строительные работы, но тем не менее, конечно, когда высокий сезон, все-таки кому-то, к сожалению, приходилось немножечко наблюдать вот эту стройку. На данном этапе все три здания построены, два здания загораживают нам частично левое крыло отеля. У нас нет номеров, которые на 100% выходят на эти здания, из которых вид на постройки новые, все равно есть и на море. Но, к сожалению, вот на данном этапе это так. Помимо того, что страдаем мы, пострадали все отели, на самом деле, рядом с нами. Поэтому это не только как бы проблема, существенная проблема у Лимпика. Но стройка действительно на 100% закончена, то есть тишина, покой и ничего страшного. Все та же замечательная стеклопакета и звуконепроницаемые все остались на месте. Клиентов мы, опять же, минимально стараемся оселить на ту сторону, чтобы хотя бы у них было севью. Но если для ваших клиентов это супер принципиально, супер важно, вы обязательно делаете пометку при бронировании, что оселить только севью, севью, севью и никаких других вариантов. Опять же, что касается номеров, у нас есть полностью севью, а есть номера частично севью. Поэтому вот когда полностью севью, это действительно вам будет гарантия того, что никакие другие отели вам не загораживают севью. Состройка на данном этапе так. Сейчас это не трагично, не критично, не ужасно, потому что соседние отели функционируют, и действительно никаких ни кранов, ни машин, ни чеков, территория облагорожена. Поэтому это Дубай. В Дубае строится все. К сожалению, никто не застрахован от того, что перед каким-либо другим отелем не построится еще какой-нибудь отель. Вот на данном этапе это так. Что касается номеров, у нас 294 номера, и все номера с балконами. На балконах у нас стоят столики, стульчики, что очень удобно. Все, кстати, окна у нас затемнены, поэтому с соседнего отеля у нас ничего не будет видно, в принципе, в номере вашего отеля, в номере Монфика. Самый минимальный номер 35 квадратных метров, та же самая история, экстра будет за дополнительную плату. Ну вот, есть теперь King Seaview, это Seaview стопроцентный. Есть также номера Executive King, например, уже до... Executive Lamp, ну и номера, естественно, 2x Seaview, Roll Seaview все это тоже есть. Что касается сервисов отеля, у нас два ресторана. Отель работает также на концепции All-Inclusive. В одном из ресторанов накрывается шведский стол, очень разнообразный, очень вкусный. Во втором ресторане по меню можно чередовать. Итак, это Dihang, которым за вами вы, соответственно, по меню выбираете это. Что-то, если вы перебрали, то это уже за доплату. Помимо этого, у нас есть лаунж-бар, очень красивый, замечательный. Лаунж-бар, где можно посидеть, выпить коктейль или кофе. В пик-кафе, собственно, где накрывается шоколадный чай, есть также спорт-бар, который открыт до вечера, до ночи. Ну и, наверное, для нас такое очень важное событие, что год назад в нашем ресторане Talk & Soul бранч был выбран лучшим бранчем на Ближнем Востоке. Из-за того, что мы вышли из ресторана у Хорнина, мы очень много предлагаем, чтобы наша семья была замечательной, вкуснейшей и запоминалась. И у нас это, наверное, такая действительно самая лучшая похвала. Кстати, вот наш бассейн, вы видите на фотографии, он находится у нас на втором этаже нашего отеля. В течение дня там стоят лежаки, к вечеру лежаки убирают, и мы ставим, вот как раз, видите, на кафе такие диванчики, полетеные стульчики, полетеные столики. Вечером шеф в хорошем настроении выходит делать барбицу или какие-то фаер-шоу, или какие-то открытые пухни, то есть какие-то шоу у нас происходят, живая музыка каждый вечер. И, конечно, и вот как раз через бассейн ваши ты могут спуститься на пляж. Вот тоже, кстати, фотография бассейна. Они проходят по второму этажу, доходят до лифта, спускаются на лифте и попадают на пляж Джумеры. Как вы знаете, Джумеры – это не частный пляж, это абсолютно пляж, но для наших клиентов у нас есть специальное оборудование. У нас сидит на пляже специальный человек, который нашим клиентам выдает лежаки, они такие, как лежаки-сумки, то есть они складываются, не сказать, что это прямо полноценный лежак, но тем не менее это как бы лежак с матрасом. Замты и полотенцем. Ваши клиенты всем этим пользуются. Уходят, говорят номер комнаты, и человек за ними все это убирает. Поэтому, в принципе, отельный, пляжный сервис есть на 100%. Но, помимо этого, в отеле есть фитнес-центр, спа-центр, открытый бассейн, есть, естественно, залы договоров и детский бассейн. Мы, конечно, рекомендуем эти отели для тех, кто хочет жить в такой очень шумной атмосфере района GBR. Вышли рядышком магазины, рестораны и все, что вообще угодно, все, что они хотят. Очень часто у нас приезжают останавливаются молодожены, в общем, вполне себе welcome в наш отель. Поэтому, действительно, отель, наверное, подходит для любой фигуры клиентов. На данном этапе, что касается ценовой политики, он довольно адекватно не сопоставим с другими пятерками на Джумейре, но, тем не менее, немножечко даже ниже за счет того, что сейчас у нас вот это вот замечательное здание, стоящее перед нашим отелем. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что полноценный пляжный отдых в этом отеле возможен, потому что пляж буквально в двух минутах от отеля. Этот отель не был у нас заявлен на нашем вебинаре, но мне очень хочется рассказать, потому что я искренне сама очень люблю этот отель, и мне кажется, это действительно достойная замена для... ... ... Я не готова платить много. Вот на такой случай у нас есть Моуэнд Пик отел Джумейре Лексен Тауэрс. Пятерка. Находится он в районе Лексен Тауэрс. Это новый район наливных озелов. Вот как это... Относительно новый. Открылся он, в принципе, в 14-м году. Отель у нас тоже открылся в конце 14-го года. Если вы едете от Джумейре наверх в пустыню условно, то как раз через буквально 5 минут на машине вы можете... Вы увидите этот новый район. Это действительно наливные озера. Вдоль, кстати, этих озер построена набережная. Вы можете выйти к району как раз Джумейра. Район довольно густо населен. Довольно большое количество и магазинов, и ресторанов, и банкоматов, и метро. Все это есть. И вот в центре этого также квартала, ну такого довольно живого, у нас находится наш отель. Отель небольшой. Он всего... Всего 168 номеров. Так, почему-то не перенесли. Вы уже скачали, простите, пожалуйста. Нет, я не могу. 168 номеров. Вы видите вот такой у нас замечательный дизайн. Номера у нас панорамным остеклением, но балконов практически нет нигде. Супервер у нас 35 квадратных метров, самый маленький номер. В принципе, мне кажется, это довольно большая квадратура номеров. А здесь мы также ставим экстребет. Есть номера премиум, есть делакси, есть лагонный фьюд. То есть, в принципе, вариантов выбора тоже. Еще раз говорю, отель по стоимости. Поэтому здесь клиентов, которые хотят очень хороший сервис, вполне можем рекомендовать отель. Что касается дополнительных сервисов, у нас есть ресторан «Европейская кухня» с террасой. Очень красивая терраса с видом, как раз между мэром. Открытая кухня, где мы проводим также шоу поваров. Детская зона, детское меню специально. У нас есть бар, дубной бар. Обязательно есть веб-бар, где накрываем шоколадный час. Ну и, наверное, самое важное, зачем едут клиенты в Зубай, опять же, у нас есть бассейн, на втором или третьем этаже находится, рядом бар, конечно, с бассейном. У нас есть спа-центр и фитнес-центр, ни одна пятерка без этого не обойдется. Но, помимо этого, у нас также бесплатный трансфер и бесплатный доступ на наш также закрытый клуб «Рива Бич Класс», который также находится на пальме Джумейра. Клуб принадлежит, опять же, нашему владельцу, Светлана, добрый день. Да, конечно, скину кинулся презентацию. Так вот, возвращаясь к пляжу. У нашего владельца там есть еще резиденции на этом «Рива Бич Класс», поэтому в резиденциях живут иностранцы, американцы, англичане, экспаты. Они также пользуются этим пляжем «Рива Бич Класс». Но все очень достойно, все очень красиво, все замечательно. Там тоже громадный бассейн, громадная территория пляжа, ресторан, бар, детский бассейн. Все бесплатно, доступ, трансфер, Wi-Fi, плацент, все бесплатно. Платно только ресторан и бар. Ну, собственно, часто, как бывает, и другие отели также берут плату. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что отель в городе, отель рядом со всеми возможными ресторанами, магазинами, барами, отель очень доступный по цене, отель работает на... ...в полном пансионе. Номера шикарные, но в то же время есть свой пляж. Опять же, это вопрос 10 минут доехать до этого пляжа, входит трансфер каждые полчаса. И в то же время это очень адекватная стоимость отеля, пятерки. Ну, мы закончили с вами с Ближним Востоком, и мы уходим с вами. У нас есть Вьетнам, Ханай, у нас есть Талайн, Кукет, Паттайя, Бангкок, Филиппины, Сибу, Баракай, Индия, Бангалор, Индонет, Индия, Бали, и Китай, Энши, но это такой очень локальный отель для локального рынка. Наверное, самый популярный отель на нашем рынке это Моуэллик Резорт и Спа Карен Бич Кукет. Находит он на пляже Карен Бич. Все отели, которые стоят на Карен Бич, находятся через дорогу. У нас есть человек, который сидит около входа в отель, и как только выходят наши клиенты и идут обратно, он бежит, останавливает движение, и наши клиенты переходят спокойно дорогу. Елена написала нам, что очень красивая атмосфера на отеле. Спасибо большое. Вы там были или отправляли? Я тоже его очень искренне люблю, потому что он очень интересный и подходит абсолютно для любого клиента. Сейчас я вам, в общем-то, это все докажу. Это вот, кстати, вы видите категорию виллы. У нас в отеле 250 номеров и 113 вилл. Поэтому отель громадный, искренне, очень большой, очень зеленый, очень красивый. Во всех наших номерах есть бесплатный чай и кофе. В Делаксах только кофе растворимый. Во всех других номерах уже. Также есть бесплатный Wi-Fi на всей территории. Нет, 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 нет. В этом прудике никакие жабы не квакают по ночам. Не квакают. Слушай, никогда не слышала, честно говоря, ни отзывов, ни сама не попадала, чтобы там были жабы. Мне кажется, может, они чистят как-то этот пруд, но нет. Тишина и покой. Что касается номеров. Кстати, мы провели тоже обновление этого отеля, что, наверное, сообщить, может быть, еще не все знают, потому что были жалобы, что отель немножечко староват. Но в конце 2014, в начале 2015 года мы закончили полностью реновацию. Мы поменяли все номера и сделали, простроили категории номеров, которых у нас не существовало. Поэтому сейчас у нас огромное количество любой семьи, для любых компаний, для любого бюджета. Вот самая дешевая, наша самая низкая категория номера это Superior Garden View, либо CV. 36 квадратных метров находится в главном корпусе отеля, где, собственно, ресепшн, лобби-бар и отель, ну, и ресторан, где-то. Видно, тропические сады или море, ну, зависит от этого. Большая двуспальная кровать, либо две односпальные кровати, два плюс один размещение. И если нужно экстребр, то мы ставим за доплату. Следующая категория. Garden Deluxe. Он уже чуть побольше, здесь 40 квадратных метров, большая, ну, 27-го. Здесь тропический душ на террасе. Вот вы видите, как это выглядит. Это, кстати, новая категория, которая до этого не существовала. Следующая категория. Family Room. Безумно удобно. Я очень рекомендую именно семьям селиться здесь, потому что здесь отдельно спальни родителей, и они закрыли две на ночь, у вас отдельные две полноценные спальни. 42 квадратных метров. Вид на терапические сады. Действительно, наверное, самый удобный вариант размещения 2 плюс 2, либо 2 плюс 3. Мы ставим экстребеды здесь тоже. Бэби-код ставим. Бэби-код у нас бесплатно, везде, в любом отеле. И также мы это тоже все ставим у меня. Есть также другой вариант размещения семьей. Family Plunge Club. 57 квадратных метров. Размещение 2 плюс 2. Опять же, видите, на фотографии конфигурации. Но здесь, правда, одна большая комната. Здесь уже частный бассейн, доступ к частному бассейну. Как она от ГРУАФа называется. И экстребед также мы ставим. Что касается, кстати, новых категорий тоже, которые появились в One Bedroom Club, мы немножечко его переделали. Он назывался у нас по-другому. И выглядит он по-другому. Вот с 2015 года у нас тут есть такая замечательная категория. 72 квадратных метров. Здесь у нас отдельная спальня, отдельная гостиная с балконом, либо террасой. Номер рассчитан на 2 плюс 1. И у нас есть здесь, вернее, это дополнительная плата. Отдельная спальня, гостиная, кстати, разделяется тоже с дверьми. Поэтому, опять же, очень удобно, если, допустим, 2 плюс 1 делится, либо 3, либо 3, либо 3, либо 2, просто делится в этом номере. Ну и переходим к категории вилл. The Last Garden Villa, 53 квадратных метров. Здесь, собственно, терраса, все внутренние двори, душ в помещении, тропический душ на улице. Ну вот, собственно, либо Twin, либо King, экстра бедо дополнительную плату, либо, вы видите, кстати, сафа, туда тоже можно поселить ребеночка небольшого, там до 12 лет вполне там помещается. Что я хотела вам обратить ваше внимание, мы с вами поговорили про Сепьерер, про Делаксы, которые находятся в основном здании. Мы поговорили про Сьюты, и сейчас говорим про Гарден Вилла. Так вот, все эти категории, у нас Сепьерер, Делаксы в одном здании, Вилла в другом, Сьюты в третьем. Еще у нас есть такая категория резиденции, которая предлагает кухонный уголок, просто оборудованный кухон. Вот каждая категория номера находится в своем отдельном здании, в вильном типе зданий, либо чуть повыше обычного здания. Около каждого такого здания есть собственный бассейн и собственный бар около бассейна. А из-за того, что территория громадная, в общем, конечно, не придется идти 5 минут до бассейна, другого они вышли. И в любом случае, где бы они ни жили, у них есть собственный бассейн и собственный бар. Мне кажется, очень-очень тоже здорово. Всего на территории у нас 4 бассейна, обязательно детский бассейн. Поэтому правда, наверное, подходит для любой категории клиентов. Вот, кстати, номера, которые мы чаще всего рекомендуем для молодоженов. Планшка 68 квадратных метров. Просторная ванная комната. Корзина с тропическими фруктами пополняется ежедневно. Эксклюзивный доступ к бассейну, как Анатграф, он находится тоже рядышком с вот этим длинным типом номеров. Здесь есть уже вариант либо завтракать в ресторане, в обычном, где у нас проходят завтраки, шведский сок, либо мы накрываем для гостей вилл отдельные эксклюзивные завтраки с видом на море в ресторане Эль Гаучо. То есть клиенты могут выбирать так ли так. Ну и что самое главное, здесь есть собственный бассейн, из которого 22 квадратных метра, который мы украшаем. Если у вас, например, действительно летят молодожены, мы украшаем его лепестками роз, либо чем-то еще, мы ставим обязательно бутылочку вина. Поэтому, правда, рекомендуйте вашим молодоженам обязательно устанавливаться. Следующая категория по спланш-полувилам, ну, в принципе, то же самое, 71 квадратный метр, здесь просторная ванная комната, из ванной комнаты выход во внутренний дворик, здесь частный бассейн, также картина с терапическими фруктами выполняется ежедневно. Мы, в принципе, вот эти два номера рекомендуем все-таки двум взрослым, но также 2 плюс 1 также можно разместить. Есть Family Suite, тут у нас уже побольше категория, 104 квадратных метров, две отдельные спальни, просторная ванная комната, также выход во дворик. Размещение здесь 4 взрослых, либо 2 взрослых, четверо детей. Две отдельные полноценные кровати здесь не предусмотрены, уже не ставится. И следующая категория номера у нас, это Family Suite с тремя спальнями, 149 квадратных метров, три спальня, три ванная комнаты, king-size кровать, две спальни с двумя односпальнями кровать, то есть действительно для такой громадной компании, либо для большой семьи. Например, родители, ребенок, няня и бабушка с дедушкой. Вот прям такой, наверное, специальный вариант размещения. Все вместе, а в то же время у вас есть отдельная зона, где вы можете встречаться, гостинная и обеденная зона. Также есть внутренний двор обязательно, здесь уже размещение 6 взрослых, либо двое взрослых, 6 детей. Что касается ресторанов, вот так у нас выглядит один из наших баров. У нас есть бар Минт, большой выбор пирожных, тортов, мороженых, кофе. Пасифика ресторанов, это наш основной ресторан, здесь мы накрываем наши завтраки, и также обеды и ужины. Гости могут жить на завтраках, на полупенсионных, либо на конвенционных. Также у нас есть ориент Азии, это азиатский ресторан, и есть ресторан Эльга Уч, про который я вам уже говорила. Это ресторан, где мы подаем такой, наверное, накрываем либо эксклюзивные завтраки для клиентов вил, либо подаем романтический ужин с видом на закат. Что касается еще остальных сервисов, а, кстати, забыла рассказать, по поводу еще ресторанов рядом с нашим отелем на Карн-Сквере. Но торговый центр называется Карн-Сквер. Он прям дверь-дверь практически с нашим отелем. Там даже громадный выбор ресторанов и баров, поэтому если вдруг вам надоело ужинать, обедать в нашем отеле, то вполне есть вариант это совершить в соседнем здании. Как я вот говорила, у нас четыре бассейна, у нас обязательно есть фитнес-центр спа, включательный детский клуб, самый большой детский клуб. Мы берем детеров до 12 лет. Мы с ними действительно занимаемся и стараемся максимально проводить время на открытом воздухе. У нас есть в отеле детское здоровое меню Power Bites, потом я вам покажу, как это выглядит. Мы ушли от концепции того, что дети должны есть непонятно что, типа картошки, фри наггетсов и спагетти. У нас теперь только здоровая еда для детей, типа риса, овощей, овощей. В детском клубе нет русскоговорящих, но в отеле есть русскоговорящий человек. Кстати, забыла вам сказать, что в Дубае во всех наших эрехах тоже есть русскоговорящие люди. Но в клубе, знаете, как-то мы выяснили, что не столь важно русскоговорящий, потому что дети как-то прекрасно общаются между собой без русского языка. И как-то они это все делают намного быстрее, мне кажется, чем взрослые. Поэтому они, наоборот, очень быстро адаптируются к этому. И что касается также отдыха с семьями, мы также очень рекомендуем этот отель для отдыха с детьми, с маленькими детьми, потому что в нашем отеле есть детские кресла, детские колярки, детские кроватки, манежи, баночки, подогреватели, бутылок. Все это есть у запроса, бесплатно в отеле. Поэтому одно удовольствие путешествовать с маленькими детьми в наш отель. Ну и не могу обойти, но и у нас самый большой конгресс-центр на Пхутете, поэтому если у вас клиенты есть, которые выбирают, куда вы полетите на конференцию, на инцентр, какой-нибудь митинг и все там подобное, пожалуйста, помните про нас, потому что у нас полностью оборудованный громаднейший конгресс-центр с различными возможными конфигурациями залов, кофе-брейками, префанкшеном и всем полным спектром аудио-видеоаппаратуры, микрофонов и всего остального. Следующий наш отель, который находится на Пхутете, Мовен-Би-Банктау, Бич-Пхутет, расположен он на пляже Банктау. Это зона обгона, там расположены все красивые, замечательные битерки отеля. У нас самый, наверное, основной бонус нашего отеля, вы видите его на фотографии, вышли из отеля и попали на пляж. Никаких рядышком дорог, мини-дорог, проходных дорог, ресторанов, ничего нету, отель-пляж. Вот, наверное, самое основное, что вам нужно за свою поводу этого отеля. Помимо этого, в отеле у нас всего 40 номеров. Так выглядят у нас номера. 40 номеров, самый маленький номер, 140 квадратных метров, у нас огромная обеденная зона, гостиная зона, здесь все номера с балконами. на кухне, у нас полностью оборудованы кухни, на кухне у нас есть холодильник, стиральная, дымоечная машина, полностью оборудована холодильником, всеми, всем возможными посудой, сковородками, всем, всем, чем нужно для полноценного пребывания и готовки. Вопрос, лежаки платно на пляже? Нет, лежаки на пляже бесплатно. Но, кстати, я забыла упомянуть этот момент. Как вы знаете, в Таиланде, по-моему, года два назад военные запретили ставить лежаки, зонты на пляже, убрали все с пляжей. На Карен Бич спор нету лежаков, поэтому нашим клиентам мы выдаем такой пакет, в котором находится условно матрас с полотенцем. То есть полотенце, но чуть-чуть потолще. И зонт. На Бактау, так как это более огороженная тихо-спокойная зона, там вернули лежаки, зонты. Вот у нас громадный плюс, потому что мы, лежаки стоят, можно сказать, на территории нашего отеля, поэтому у нас есть лежаки и зонты на пляже. Не знаю, как насчет всех остальных отелей на Бактау, но вот там есть, к сожалению. И мы не смогли, извините, мы не смогли вернуть бич-бар, но в то же время, так как отель совсем рядом с пляжем, у нас есть возможность официантам ходить туда-сюда и принимать заказы. Да, есть у нас ранее бронирование, а также у нас есть всяческие акции по раннему бронированию. Если мы говорим про Бактау и по Карену, то, конечно, этот отель есть у всех основных операторов. мы со всеми не работаем и собственно, все с радостью вам его забронируют. Ну и вернемся к Бактау. Что касается отеля, кому бы я его рекомендовала? Однозначно молодоженам, которые хотят побыть в тишине, в покое, никого не видеть, не слышать. Раз, потому что отель, где узнать о акциях по поводу отеля? Отслеживайте, либо напишите мне, я вам пришлю, все, что есть, либо отслеживайте у отеля на сайтах, потому что все основные спро, конечно, публикуют они. Поэтому я думаю, что узнавать все у них. Отель называется Movement Peak Бангтау Бич. Пятерка находится на пляже Бангтау. Если заходите, там есть наш сайт, в описании всех наших топовых отелей. Собственно, мы начали с резиденции 1-2-3 спальни, это самые низкие категории номеров. Я вам без него, почему такие большие номера, действительно, огромная голубеденная зона, полностью оборудованная кухня. Следующая категория, это Pool Suite с 1-2 спальнями, здесь уже 216-244 номера, и здесь как раз открытая большая терраса с собственным бассейном 22 квадратных метров. Вот эту категорию у нас берут очень часто с семьями, с детьми, которые, которые, чтобы бегать, прыгать и скакать, вот они там на себе развятся на балконе, балкон, естественно, полностью огорожен, то есть никуда они не денутся, ни в этом бассейне, ни в этом бассейне, ни в этом бассейне, ни в этом бассейне, и, собственно, из-за спальни. Ну и также две спальни, три ванны, комната, ну и все тому подобное. Значит, Олеся, у вас был вопрос по поводу размещения с детьми. В любом номере мы можем размещаться с детьми, естественно. В любом номере мы ставим экстра бет. Поппинг-хаус, значит, с тремя спальнями кинг-сайз, вторая спальня, третья спальня у нас квин-сайз-бет в кровати. Так что размещение с детьми, да, бэби-коты ставим, да, экстра беты ставим, благо позволяет площадь, поэтому, да, размещение, это просто, честно говоря, я так указала, потому что, не знаю, почему так указала презентация, но здесь, например, как в хаус-севью мы размещаем шесть взрослых, четверо детей, поэтому вполне себе вариант размещения с детьми тоже замечательный. Помимо этого у нас есть детский клуб, детский бассейн, детское меню, вот такой замечательный два ресторана, наш отель вечером, у нас есть два ресторана Паун Кузин, который открыт весь день, завтраки, обеды, ужины, соответственно, завтраки, полный пенсион, полный пенсион, и по вечерам у нас там проходят разные тоже интересные шоу-программы нашего повара, и каждый вечер что-то новое. И даже есть ресторан Паун Кузин, который мы предлагаем на Англии. Вот так выглядит наш бассейн, лежаки около бассейна, бассейн 48 квадратных метров, практически олимпийский, чуть-чуть не дотянули. Ну, а вот так выглядит наш детский клуб с детьми. Детский клуб открыт с 9 до 5, здесь есть мини-больф, настольные игры, с детишками тоже занимаются. Что я вам должна отметить по этому отелю? Отель не дешевый, действительно, но вы, в принципе, видели, я думаю, что вы понимаете, почему. Отель стоит своих денег, абсолютно. В отеле у нас замечательная русскоговорящая девушка Грициэла, которая гостей, неважно, во сколько они прилетят, она их провожает. Если вдруг возникают какие-то вопросы, она решает моментально. Все все реально замечательно, без проблем и очень хорошо. Второй момент, еще раз хочу обратить ваше внимание, кому же мы рекомендаем? Молодожены, большие семьи, потому что рядом с отелем, кстати, ничего нету. До всего нужно ехать. До ресторанов, до магазинов нужно ехать. У нас есть прокат велосипедов бесплатно, можно доехать до магазина. То есть, даже можно от всего. Если Каренбич это в центре стихии, в центре всего ресторанов, магазинов, night market, то банктау это тишина, покой, расслабление, никаких людей рядом, пляж частный, никого нету. Поэтому действительно два совершенно разных отеля. Ну, и перейдем к нашему последнему отелю, нашему среднему открытию в Таиланде Маун Сиам отель Паттайя. Что касается расположения нашего отеля, я знаю, что не часто в принципе клиенты спрашивают Паттайю, но я вам действительно очень рекомендую этот отель, потому что, во-первых, отель стоит далеко от всего. Он стоит на южной части пляжа, называется Наджам Киен Бич. Вы видите на фотографии рядышком с нами Марина Ясков. С другой стороны у нас Амбассадор, но Амбассадор довольно далеко, поэтому у нас получается тоже частный пляж, и получается что рядом вообще совершенно никого нет. Отель на фотографии видно, стоит на пляже. Значит, мы говорили о том, что пляж находится, отель находится далеко от Сиам отеля, поэтому вода там нормальная, это не центр, где грязная коричневая ужасная вода, нет, здесь она не голубая, но в ней не противно совершенно плавать, и ко всем прочим, пляж мы чистим, пляж частный практически, он закрыт от всего, поэтому это абсолютно пляжный отель. Что касается номеров, в самой низкой категории номера Белакси Вьюн 47 квадратных метров, это просто футбольное поле. Где у нас есть балконы, потолка до пола, на балконах у нас есть стульчики, столики, помимо этого у нас также все 100% номеров выходят на море, то есть все-все-все-все-все-все номера с видом на море, что очень здорово, потрясающе, и мы за это дополнительный денег не берем. Здесь отлично. Надеюсь, что мы сейчас быстро с вами уже заканчиваем динамитацию, потому что остался последний отель. И еще раз прошу прощения за такие проблемы технические со звуком. Значит, остановились мы с вами на Family Suite. Собственно, все то же самое. Бесплатный Wi-Fi, кофемашина. Есть у нас также президентский сьют. Мы его часто сдаем подприятие, если кому такой вариант тоже есть. Ресторанов. Твист-ресторан завтрак, обед, ужин накрываем. T-55 это уникальная выбор вина и стейков. И также есть несколько баров. Red Core Lounge это кофе, чай, десерт и шоколадный чат. А есть также замечательный Lacosta бар. Это бар около бассейна. Очень живой, очень музыкальный, постоянно играют диджеи. Накрываем какие-то запуски, предлагаем коктейли. Также у нас есть зоны для детишек, которые играют в всевозможные игры на свежем воздухе. То есть действительно такой полноценный бич-клаб. Вот так у нас выглядит детский клуб, закрытый детский клуб у нас есть для маленьких детей. Мы ждем детей с 2 до 12 лет. И у нас есть игровая площадка для детей постарше, для подростков со всякими PlayStation, Sony и все тому подобное. И, конечно, есть бассейн. Ну и самое основное у нас громадный бассейн, спа-центр, и кабинки для массажа около бассейна, фитнес-центр, гольф-поляр в 5 минутах и, самое важное, белоснежный пляж и прямой выход на пляж из отеля. Этот отель я рекомендую, во-первых, наверное, семьям с детьми, потому что замечательный детский клуб, детский бассейн и детские развлечения. Помимо этого, кстати, у нас есть развлечение для всей семьи. На дверях детского клуба каждый день вывешивается объявление, что сегодня будет. И есть пометка family, соответственно, вы можете участвовать в семье и бесплатно совершенно на кулинарных курсах, либо бисероплетение, либо катания на катамаранах, то есть это полностью все развлечения, которые включены в пребывание в детском клубе. помимо семей с детьми мы рекомендуем, наверное, компаниям молодожен, потому что также есть у нас вот этот вот лакостобар, а потом это паттайя, соответственно, вечером им есть куда выехать, но в то же время они будут сидеть в тишине и не будет никаких криков на улице, никто не будет им мешать. Поэтому вот, наверное, такие категории клиентов. Ну и, естественно, встречи и мероприятия мы проводим тоже. И, чем бы мне хотелось закончить мою презентацию, мы ввели новую систему Молодвик Фэмили. Для нас действительно очень важно, чтобы вы приезжали, чтобы ваши клиенты приезжали семьями. Мы очень любим семьями, мы очень любим детей, и поэтому мы придумали вот такую вот замечательную программу. Во-первых, первый пункт, то, что во всех наших отелях и те отели, которые я вам про сегодня рассказала, у нас есть коляски, кроватки, ванночки, подогреватели, детские сидения, детские стульчики, это есть везде, бесплатно по запросу. Простите. Во-вторых, везде у нас есть услуги-няни, есть довольно большое количество детских каналов с мультиками. В-третьем, мы создали совершенно новый концепт клубов Little Birds во всех наших отелях. Мы принимаем, ждем детей с 2 до 12 лет и делаем укор на игры на свежем воздухе, на развитие детей, соответственно, на кулинарные курсы, на какие-то сенсорные игры. Поэтому ваши детские клубы не будут просто сидеть перед телевизором. Ну и третье, как я говорила, мы изобрели новое меню, которое доступно во всех наших отелях и другого варианта у детей теперь нету. Power White. Вот так оно выглядит. У нас есть 33 утвержденных блюда для детей. Поэтому ваш детский клуб будет питаться вкусно, полезно и здорово. Наверное, на сегодня все. Я еще раз прошу прощения за такие технические проблемы. В любом случае, у вас есть мои контакты. Я буду очень рада ответить на любой вопрос. Вы можете мне позвонить, написать. Спасибо вам огромное за терпение. Мне безумно неудобно, что вот так у нас получалось сегодня со звуком. Но тем не менее, надеюсь, что все увидели, и услышали. Скачивайте нашу презентацию, она доступна на нашем стенде. Также у нас есть замечательные корпоративные видео. Закончить свое выступление я хочу тем, что напомнить вам, что Moment Peak это швейцарская компания. Действительно, мы вкусные, как швейцарский шоколад, надежные, как швейцарские банки и точные, как швейцарские часы. Поэтому, правда, без страха отправляйте к нам своих клиентов. Мы о них позаботимся. Мы маленькие, уютные, мы Moment Peak семья и мы делаем обычные вещи необычным образом. Спасибо вам большое. Всем прекрасного дня. Я еще раз очень буду рада вашим вопросам, запросам, чему угодно, по телефону либо по почте. Спасибо большое и до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.